МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Сегодня утром в одной из ноябрьских квартир ванной обнаружено тело 17-летнего юноши. Мама его друга рассказывает о причинах случившегося. Мой сын, потрясенный смертью человека, которого он знал, признался, что они покупали капли глазные. Что называется, доигрались. В больницу попал мальчик, который не удержался на козырьке подъезда и упал на обледенелый асфальт. И к мотокросу все готово. Такое заключение сделала специальная комиссия по подготовке к Кубку Ямала по этому виду спорта. Начну с череды трагических ситуаций, которые случились в городе за последние сутки. Сегодня стало известно, что ранним утром в одной из ноябрьских квартир ванной было обнаружено тело 17-летнего жителя города. Его нашли родители. Следователи установили, что поздним вечером молодой человек отправился принимать ванну. Родители уже легли спать, а когда проснулись утром, услышали шум воды. Они кинулись в ванную комнату. Спасать сына было уже поздно. И вот последние данные следователей. Как стало известно буквально только что, в ходе судебно-медицинского исследования трупа молодого человека были обнаружены признаки, свидетельствующие о том, что незадолго до смерти он употреблял путем курения какие-то химические вещества, которые, возможно, и послужили причиной его смерти. Так это или нет, можно будет достоверно судить только по окончанию судебно-медицинской экспертизы. Потрясенный смертью молодого человека его однокурсник сегодня сделал шокирующее признание своей матери. Он сказал, что вместе с погибшим какое-то время принимает особые медицинские препараты, которые, в принципе, продаваться должны только по рецепту врача. Они действуют как наркотик, но достать их студентам не составляло никакого труда. В нашем эфире обращение мамы юношей к общественности. По понятным причинам женщина не показывает своего лица, а ее голос изменен. От него я узнала информацию, что умер мальчик. Мальчик – единственный сын у мамы. Мой сын общался с ним, и он как бы в курсе, от чего он умер, что он перед этим делал. Мой сын, потрясенный смертью человека, которого он знал, признался, что они покупали капли глазные и применяли их совершенно не по назначению. Если их применять совсем не по назначению, то от них совершенно идет другой эффект, наркотический эффект. Еще они покупают таблетки. Эти таблетки, которые они принимают, тоже такой довольно серьезный препарат для лечения эпилепсии. Вообще, я поняла, что их только в медицинских учреждениях дают больным. Эффект от этих таблеток вообще как бы ватные ноги, замедленная речь. Он мне сказал, что в городе это лекарство очень трудно достать. И одна единственная аптека, которую, по крайней мере, они знают, торгуют вот этими препаратами. И назвал название аптеки, сказал, где. Женщина рассказала, что подозревала своего ребенка в том, что он употребляет какие-то препараты. За последнее время поведение сына заметно изменилось. Из веселого и разговорчивого он превратился в замкнутого и угрюмого. Юноша сильно похудел. Первый звонок, который год назад не насторожил маму этого молодого человека, но сейчас может помочь другим родителям, это то, что у сына появились новые друзья. Они не хотели со мной идти на контакт. Пытались всяко разно скрыться от меня, не показывать свои лица. Когда он приходил домой, я видела, что он в неадекватном состоянии. Тоже как бы речь заплетается, глаза блестят. Но не пьяный. Я всегда принюхивалась, но он был не пьяный. И он говорил, мама, тебе все кажется. Но в его компании очень много детей принимают вот эти капли. Между тем, сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность очередного притона. Задержано 7 человек. Все они наркоманы со стажем и не раз привлекались к уголовной и административной ответственности. А некоторые уже успели побывать в местах лишения свободы. В ходе проверки было установлено, что все задержанные принимали ацетилированные опии. В квартире было найдено 15 шприцов. И уже сегодня по этому делу состоялся суд. В отношении самих наркозависимых, которые там были, мы составляем административные материалы по факту употреблениями наркотических средств по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. Ну а по хозяину квартиры, которая у нас является содержателем притона, мы собрали необходимые документы. Будут переданы они в наш следственный отдел. И после чего направлены в суд для рассмотрения. А следственный отдел закончил проверку по факту гибели 19-летней девушки. Напомню, ее тело в воскресенье было обнаружено в одной из квартир по улице Киевской. Еще за день до трагедии на странице погибшей в одной из социальных сетей стали появляться недвусмысленные высказывания. К примеру, в субботу она выложила подборку музыки, а заглавленную фразой «Все, теперь можно умирать». На следующий день вечером здесь же девушка написала «Мам, папа, я люблю вас». А уже через два часа, после того, как появилась такая запись, друзья стали писать о случившейся трагедии. И вот сегодня следователи озвучили причину смерти. По результатам проведенного вскрытия установлено, что причина смерти девушки – это острое отравление. То есть она действительно перед смертью употребила большое количество миндикаментов. То есть сегодня можно говорить о том, что факт самоубийства… В данном случае, несомненно, мы имеем дело с самоубийством. А что ее привело к этому решению, будет установлено следователем в ходе проведенной проверки. Больничной койкой закончилась игра для одного из мальчишек, которые облюбовали козырек подъезда номер 56 Памира. Здесь они устроили своеобразную горку. Выходили через окно на подъездную крышу и скатывались на снежную кучу, то, что под самим подъездом. Вчера вечером один из малолетних любителей экстрима на крыше не удержался и упал не в сугроб, а на обледенелый асфальт, в результате чего и оказался в больнице. Вот что рассказывают очевидцы. Вообще эти мальчики еще за час до того, как он упал, они сидели вот на этой крыше. Я проходила с дочерью, забирала из парикмахерской, они начали снежками, получается, катаются, снежки падают. Говорю, вам делать нечего, ребят. Тут взрослые парни проходили, тоже начали на них кричать. Но они не слезли. И потом, получается, я ушла в магазин, прихожу, ну вот как раз минута, что он упал. Они позавчера сидели на том козырьке, сегодня на этом, я говорю, зачем вы там сидите, ну это же опасно. Ну вот как-то, а потом уже тут... Понятно, сфора ребят, никто не знает, ни как его зовут, нигде он живет, ни родителей, ни сотов у него, ничего нет. Но больно ему, конечно, было сильно. Он вообще не мог ни руками, ни ногами, его еле положили в носилки. Парень лежал на этом месте, как утверждает очевидец, он пытался вот по этому бордюрчику пролезть вот туда вот. Но, видимо, у него этого не получилось, он подскользнулся и упал. Когда мы подошли, здесь уже была толпа народа рядом с этим парнем, и он был без сознания. Они переместили его на эту лавочку и попытались привести в чувство. У них это получилось, быстро вызвали скорую, вот, и увезли его. В 18.38 поступил вызов, мальчик 12 лет упал с высоты из окна. По прибытию бригады мальчик был в сознании, оказана первая врачебная помощь. Состояние средней степени тяжести, мальчик в сознании, вот, сейчас состояние у него удовлетворительное. И, пользуясь случаем, хочу предупредить родителей, чтобы следили за детьми. И сегодня же с самого утра местные средства массовой информации сообщали о том, что пропал мальчик. Накануне вечером 9-летний ребенок ушел из дома и не вернулся. И только сегодня в обед его обнаружили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Мальчик гулял в районе ЦГБ. Как выяснилось, ночь ребенок провел в гостях у своего друга. В разыскных мероприятиях, направленных на установление местонахождения несовершеннолетнего, был задействован весь личный состав МВД, члены общественного совета ОМВД, представители управления по делам семьи и молодежи, ветераны боевых действий, волонтеры, представители частных и охранных предприятий. 28 марта 2013 года в 12.30 сотрудниками ОПДН несовершеннолетний был выявлен в районе Центральной городской больницы. В настоящее время его состояние удовлетворительное. Более 7 миллионов рублей изъяли сотрудники ноябрьской полиции после закрытия нелегальных игровых клубов. Итоги работы в области борьбы с контрафактом подвели сегодня в администрации города. В результате проверок конфисковано около 600 игровых автоматов и другой техники из 10 клубов. В текущем году было обнаружено и закрыто только одно подпольное казино по Советской. Что касается контрафактной продукции, то в течение прошлого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции сняли с реализации около 2000 контрафактных дисков. За нарушение авторских прав к административной ответственности привлекли 10 человек. За использование чужого товарного знака еще четверых. Общая сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий регионам определять порядок выборов губернаторов. Теперь субъекты по желанию могут не проводить прямые выборы главы региона, а доверить избрание местным депутатам из кандидатур, предложенных президентом по представлению партии. Так, за 40 дней до истечения полномочий главы региона партии предлагает президенту не более трех кандидатов на вакантное место. Причем политическая партия вправе выдвинуть президента не только из членов своей партии, но и беспартийных. Из представленных кандидатур президент выберет три и вынесет их на рассмотрение регионального парламента, который проводит голосование. Для победы кандидату необходимо набрать больше половины голосов депутатов регионального ЗАГС собрания. В противном случае будет проводиться второй тур, куда выходят уже два лидера. В этом случае для победы достаточно получить большинство голосов. Единая Россия считает, что внесенный законопроект не отменяет прямые выборы глав регионов, а учитывает многонациональное многообразие России и устанавливает возможность каждому субъекту самому определять порядок избрания высшего должностного лица этого региона. Законопроект направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития всех без исключения субъектов РФ и сохранения межнационального мира и согласия. Не стоит забывать, что каждый отдельно взятый субъект это не просто местность, это в первую очередь жители, культура, ценности, наследие. Комментирует законопроект депутат Тюменской областной думы, председатель Политсовета Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей. Жители аварийных домов с 2014 года возможно будут переселять в жилье по договору социального найма. Об этом сообщил глава фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. По словам чиновника, людей из аварийных и ветких домов будут отселять как в приватизированные квартиры, так и в жилье по договору соцнайма. Копченый замороженный бекон производства Бельгии может быть опасен для здоровья. Об этом население ямальских городов информирует окружной департамент по развитию агропромышленного комплекса и торговли. В одной из партий мясного деликатеса, срок годности, который истекает в июле этого года, в большом количестве обнаружены вредные для человека бактерии. Добавлю, что на прилавках ноябрьских магазинов бельгийских бекон из этой партии пока не выявлен. В преддверии Пасхи овощи и яйца вырастут в цене. Таковы прогнозы Минэкономразвития, опубликованные на сайте ведомства в еженедельном мониторинге. До празднования главного христианского праздника остается чуть больше месяца, и это подстегивает продавцов переписывать ценники. Пока они прибавили немного. С начала года 0,2%. Средняя цена десятка яиц 43 рубля 52 копейки. А вот что из продовольственных товаров дешевеет, причем устойчиво, так это курица и свинина. С начала года они потеряли в цене 3,6% и 2,7%. Подсчитали в Минэкономразвитие. Пиво и другие спиртные напитки, вероятно, скоро перестанут разливать в пластиковые бутылки. Запретить это должен технический регламент на алкогольную продукцию, проект которого подготовили для всего Таможенного Союза, то есть России, Белоруссии и Казахстана. Это прежде всего забота о здоровье. Доказано, что спирт быстро вступает во взаимодействии с пластиком. И в напиток попадают крайне ядовитые вещества, которые вредят нервной системе, обмену веществ разрушает печень. При всем при этом половина пива, что варят сейчас в России, разливают как раз в такую токсичную тару, сообщает Первый канал. А вот о том, что интересного для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника» в кратком видеообзоре. «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. В феврале в окончательном чтении принят антитабачный закон. Эксперты уверены, что число курильщиков будет постоянно сокращаться. Тем более, что для желающих излечиться от никотиновой зависимости в законопроекте закреплена возможность получения данного вида медицинской помощи в государственных учреждениях в полном объеме бесплатно. На первой полосе свежего номера корреспонденты СН попытались узнать, можно ли сегодня бесплатно избавиться от пагубной привычки. Арктические проекты Ямала представлены на Национальном нефтегазовом форуме. Первый заместитель губернатора Ямала Владимир Владимиров выступил в Москве с докладом «Роль арктических территорий в развитии России» на примере Ямало-Ненецкого автономного округа. Подробности на третьей странице номера. Рационализаторы являются золотым фондом любого предприятия. Только в 2012 году в ноябрь с нефтегазе было внедрено 9 РАЦ-предложений, которые позволили сэкономить предприятию более 7,5 миллиона рублей. О новых идеях и их авторах читайте на четвертой странице номера. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. А завершит выпуск блок спортивных новостей. Вот уже более пяти лет в ноябрьске несколько раз в году проводится традиционный турнир по мини-футболу среди детских команд «Двор без наркотиков» на призы «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». Эти соревнования всегда выливаются в настоящий спортивный праздник с непередаваемой аурой искренней эмоциональной борьбы и позитивным настроением. Вот и на этой неделе в дни весенних каникул в спорткомплексе «Зенит» прошел очередной турнир в двух возрастных категориях. В младшей группе два первых места заняли дружины «Газпромнефти». Замкнули тройку призеров представителя Вангапуровского. У старших дружина самого удаленного микрорайона «Ноябрьска» выиграла соревнования. Серебро в активе «Газпромнефти». Бронза у ребят из 13-й школы. Но, и это тоже давняя традиция, на параде закрытия подарки и призы от организаторов получили абсолютно все участники. Мы стараемся зимой в этом прекрасном зале, который тоже компания «Газпромнефть» построила, подарила городу проводить эти соревнования. Хороший праздник, я думаю, что в начале мая потеплеет, мы уже на открытых площадках тоже будем проводить такой же турнир. Двор без наркотиков. К проведению мотокросса готовы. Такое заключение сделала специальная комиссия по подготовке к соревнованиям. В эти выходные при поддержке генерального спонсора «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» в нашем городе пройдут традиционные соревнования на Кубок Ямала по этому виду спорта. Организация будет проходить уже по привычной для нас схеме, то есть задействованы практически все службы города, помогают все и милиция, и скорая помощь, администрация, энерго, снабжающая организация, и культура, и спортивная организация. То есть, в общем-то, это праздник города, и весь город помогает в ее проведении. Участие в соревнованиях примут 13 команд со всего региона. Трасса, по заверению экспертов, готова на все 100. К слову, это одна из лучших и одновременно самых сложных трасс во всей России. Летом колеса мотоциклов здесь увязают в песках, а зимой сложности при маневрах добавляет шипованная резина. Так что зрелище будет стоящее, уверяют организаторы. Мы ответственны перед своими жителями, перед своими болельщиками, перед своим городом. Я думаю, что надо, чтобы все сложилось хорошо, чтобы, естественно, Кубок остался в городе Ноябрьский. Готовиться к соревнованиям спортсмены клуба «Газпромнефть» начали за годи. И хотя мотоциклетный парк здесь практически новый, железных коней, да и самих спортсменов нужно было подготовить как морально, так и физически. Тут дело не в мотоциклах, тут еще должен наездник быть хороший, натренирован. Но пока возможность есть, вот тренируемся сейчас. Тренируемся на нашей трассе. Но трасса все равно, она каждый день меняется. Даже с каждым заездом так же будет меняться. Ну, особенности трассы такие. Тем не менее, как говорится, дома и стены помогают. Мотокроссмены «Газпромнефть» от мала до велика рассчитывают исключительно на победу. Своя трасса, будет, наверное, легко. Я рассчитываю приехать первым. Ну, так, в принципе, команда у нас готова. Все спортсмены готовы и рассчитаны на результаты. Первые заезды, главным образом тренировочные, пройдут в субботу. В этот же день свое мастерство проявят ветераны и экипажи колясочников. Главное же блюдо подадут в воскресенье. Открытие Кубка Ямала по мотокроссу намечено на полдень 31 марта. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский и Александр Иванов. Новости нашего города. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы магазин «Поти Сандверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть». 29 марта в Сельхарде облачная, снег. Ветер северо-восточный, температура 14 градусов ниже нуля. В Муравленко переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, температура 2 градуса мороза. В Ноябрьске возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду, температура минус 2 градуса. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»